Вы смотрите программу «Утро в Петербурге». Мы продолжаем уже в это воскресенье день знаний. Школьники уже собирают портфели, родители отглаживают воротнички и выбирают, конечно же, букет для учителей. Кстати, 64% российских родителей считают цветы самой нецелесообразной траты. 12% дарят один букет от класса, а почти 9% вместо цветов перешли на участие в благотворительных акциях. Да, и уже в 11 раз в этом году, 1 сентября, пройдет масштабная благотворительная акция, которая называется «Дети вместо цветов», которая объединяет учителей, учащихся и их родителей со всей абсолютно России. Подробнее о ней мы поговорим с нашей гостьей. У нас в гостях руководитель отдела по работе с проектами благотворительного фонда Алеша Ирина Орлова. Ирина, доброе утро, рада вас приветствовать. Доброе утро. Да, доброе утро. Ну, давайте в самом начале расскажем зрителям, в чем главная суть этой акции. Суть, на самом деле, очень проста. Вместо множества букетов ученики, школьники дарят учителю огромный красивый букет цветов, а оставшиеся средства, которые не потрачены на букеты, они переводят в благотворительный фонд на помощь деткам. Ну, тут, наверное, самое сложное объяснить, особенно первоклассникам, почему, например, они не понесут букет учительнице, а это будет один букет от класса. Может быть, есть какие-то такие правильные приемы, как это сделать начинающим школьникам? Старшеклассники-то понятные, я думаю, те уже все все понимают. Да, на самом деле, все тоже очень просто. Никто не отбирает цветы у детей и также у учителей. Каждый ребенок приходит с цветочком. В основном, допустим, это роза. Каждый приходит с розой, объединяется это все ленточкой красивой, которую мы также дарим нашим участникам. И получается очень красивый, шикарный букет. Все дети пришли с цветами. И, мне кажется, есть очень важная такая, действительно, очень правильно объединяющая составляющая, когда каждый ребенок приносит по цветочку и вместе они делают этот букет. И плюс еще доброе дело. Это здорово, да. Ирина, акция ежегодная. А есть ли конкретные подопечные, кому будет направлена эта помощь? Конечно, да. В этом году мы спасаем и помогаем Насте Макиенко. Насте 9 лет, она из Московской области, и у нее сложный диагноз – это спинобифида. Она не может передвигаться самостоятельно, только с опорой, и ее мучают сильные боли в суставах. Наш фонд как раз собирает на двухэтапную операцию, которая поможет Насте встать на ноги и самостоятельно ходить без боли. Все сложилось. А сколько человек принимает участие? Сколько школ? Есть ли какая-то, может быть, статистика? Да, все верно. С каждым годом все большее количество участников. И вот в прошлом году участвовало 1400 школ со всей страны. Давайте-то еще раз скажем, как сделать, как принять участие. Как принять? Все просто. Родители, да, объединяются, обсуждают этот вопрос. И каждый ученик… Ну, инициатива должна быть от родительского комитета, наверное. Зачастую от родительского комитета, но, вы знаете, с каждым годом учителя присоединяются, и учителя как раз предлагают родителям, чтобы 30 букетов, там, 25 им не нести домой. Они предлагают, чтобы подарить один букет. И как раз вот эти средства отправить на спасение детей. Потому что учителя – это, в принципе, как раз те люди, которые учат добру детей. Ну, на самом деле, хочется еще очень спросить как раз-таки про помощь прошлых лет. Вот насколько она была действительно внушительна, насколько помогла и те сборы, которые там дети, и школы, и учителя, и родители собирали. Вот скажите об этом. Да, на самом деле, акция очень помогает в продвижении детских сборов. И за весь этот период мы с помощью акции спасли 14 детей. Ничего себе. Да, огромное количество. Ирина, а вот акция как-то поменялась за эти годы? И изменилась ли она? Конечно. Она стала масштабнее. И это очень радует. Дети очень любят участвовать, родители, учителя, да, вот все присоединяются. И, конечно же, это уже такая добрая традиция, которая уже как современный тренд доброго дела. Но, конечно же, самое главное – это спасение детских жизней. Ирина, спасибо вам большое, что поделились вот той самой теплой, доброй энергетикой со всеми нашими зрителями накануне 1 сентября. Мне очень понравился ваш совет, что действительно, если ребенок тоже хочет подарить цветок, мы ни в коем случае его не отбираем. Каждый ребенок несет один цветочек в школу и вместе собирает красивый букет для учителя. Мне кажется, это очень правильная инициатива. Спасибо вам большое. Спасибо вам большое. Да, пусть все школьники присоединяются к этой благотворительной акции. Спасибо.